Девушки отдыхают 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 С праздником не трудно говорить, но прежде всего большое спасибо администрации командования «Звездного» за этот шаг, за такую доску. Когда мы в 1966 году сюда ехали, в досковой части 26-26 было много фронтовеков. Я считаю, что вот эта доска – это память не только об этих трех выдающихся людях, но и о всех фронтовиках, которые были, служили где-то, наверняка здесь сейчас живут их потомки. И наверняка когда-нибудь какой-нибудь малец спросит, а это кто, что за дядя, ему скажут, что это такой же дядя, как твой прадедушка, дедушка, который тоже воевал. И вот это будет самым главным, я считаю, в нашей земле неразрывная связь времен и поколений. Поэтому еще раз спасибо администрации и командованию за эту доску от имени семьи Береговых и Беседовских. Спасибо. Спасибо большое. Я вам хочу сказать, что идея идеи, но воплотить эту идею довелось группе и организаторов, и художников, и литейщиков, и мастеров, которые сделали невероятно. Если сказать, что доска была закончена вчера поздно вечером, а сегодня установлена, это ничего не сказать. Люди старались. Мы предлагали сами сделать открытие на неделю позже или там на такое время, когда будет более свободно для того, чтобы людей собрать. Но тем не менее было решено установить сегодня. И вот сегодня доска перед вами. Я предоставляю слово этому красивому, мужественному, красиво одетому человеку. Он скульптор Слепков Андрей Егорович. Создатель скульптурной композиции. В вековечении памятник. Дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Дьеха Тимофеевича Берегового. Молодежь, кто не знает, он первый, самый выше. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Павла Ватча Беляева, который ниже всех. И посредине Кузнецов Николай Федорович. Это летчики, которые воевали во время Великой Отечественной войны и в честь японскими милитаристами. Здравствуйте всем, с праздником. Мне выпала честь сделать мемориальную доску героем Великой Отечественной войны, людям, защищавшим нашу страну, людям, благодаря которым мы сейчас, сегодня смогли здесь собраться. Задача была непростая, очень сжатые сроки надо было сделать. Но, как говорят военные, Родина сказала надо. А мы сказали, так точно. Отталкиваясь от уже установленной доски Юрию Алексеевичу Гагарину, была придумана композиция, которая не должна была выпадать, а наоборот поддерживать уже установленную доску. И вместе они должны сбориться как единое целое. Надеюсь, я справился с этой задачей. И вам понравится моя работа. Всех еще раз с праздником. Ура! Не уходите далеко. Мы хотим от имени руководства Центра вручить Андрею Евгеньевичу благодарность, которой написано, что руководство Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, летчики космонавтов СССР и Российской Федерации, жители Звездной Городки, ображательные слова благодарности за талантливое создание мемориальной доски, участие в действиях во время Великой Отечественной войны. Дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту Береговому, герою Советского Союза, летчику-космонавту Желяеву и герою Советского Союза Кузнецову. Желаем вам дальнейшего совершенствования, вашего творчества, успешного решения, стоящих перед вами вопросов на благо нашей Родины, начальник Центра. Вот такая благодарность. Вам спасибо большое. И часы с символикой ЦПК, чтобы вы в длину курук вспомнили о том, что мы с вами теперь на взрывной церкви. Над нами сейчас проходит пилотажная группа «Цифра Астрахань», которые изображали на Красной площади цифру 70. Внимание! Слово предоставляется командиру полка Чередиченко Эдуарду Валентиновичу, который командовал Серегинским полком. Добрый день, уважаемые господицы. Во-первых, разрешите поздравить вас с праздником Великой Победы нашего народа над фашистской Германией. Во-вторых, поблагодарить, что пришли на это знаменательное событие, которое посвящено фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны и которые стояли в их истоках космонавтики. Мне довелось служить с Береговым, Кузнецова я не застал. И хотел бы сказать про всех троих, Кузнецова, Берегового и Беляева, что это люди, которые внесли огромный вклад в развитие советской и российской космонавтики. Надеюсь, что молодое поколение, которое присутствует здесь, будет не только знать их лицо, но и будет интересоваться их жизнью, их деятельностью на благо нашей Родины. Спасибо. Прежде чем объявить митинг закрытым, я хочу напомнить, что в 11.30 мы подходим к памятнику Гагарина, формируется бессмертный полк, почему-то назвали полк, я бы назвал армию, но тем не менее, бессмертный полк, движемся к Дому космонавтов, там проходит митинг. И все остальные мероприятия, связанные с торжеством, посвященную 70-летию Дня Победы. Молодежь, хочет кто-нибудь выставить? Школа имени Комарова. Кто самый смелый? Хорошо. На этом митинг, посвященный открытию памятной доски по великолепению памяти участника Великой Отечественной войны, Берегового, Беляева и Кузнецова, объявляю закрытым. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Дорогие друзья, разрешите вас поздравить с этим праздником. Праздник для всей страны. Не только летчикам-космонавтам, не только просто летчикам, а и нас, пехоту, все это касается в полной мере. И я, как брат Георгия Теопеевича, должен сказать, что никогда не подозревал всю глубину героизма этой натуры. Хотя, должен сказать, с детства полное увлечение авиацией. Все эти шкалы и тогда же это его боги были. И в нашей семье старший брат Виктор Летчик-Парашидин был для Георгия главной фигурой. Начиная с 12 примерно лет, он уже был инструктором, я имею в виду Георгия, инструктор авиамодельного кружка города. А в 17 лет он уже закончил аэроклуб Енакиевский, Донецкий. И вот он, сформированный в условиях донецких шахтеров, взял от них лучшее упрямство добиваться своей работы нужного. и выбрал путь в авиацию, который держался до самой смерти. Я вам скажу, что та работа, которую он провел на фронте, 185 вылетов на штурмовике, редчайшая вещь. 23 года, герой Советского Союза, 16 лет после войны, летчик-испытатель фирмы Сухого. Эта фирма сейчас выпускает самолеты, лучшие истребители в мире. И тут Георгий Георгий Георгиевич приложил свою руку. Ну, о космосе в 47 лет. Это было поразительно. Подготовить себя для такого полета, совершить положительный прилет. И было 14 лет учить молодежь космическим вопросам, участвовать в создании новых космических кораблей. Сегодня, мне кажется, что доска в честь героев космоса соответствует тому вкладу, который они сделали в обороноспособность нашей страны, в борьбе за независимость нашей страны. И сейчас, хотя Жорж тоже из Донбасса, Луганскую авиационную школу кончил. Я из Донбасса. Горе, которое сейчас обрушилось на киевскую армию, на киевскую, украинскую государство. Это борьба, которую мы должны встретить с открытым лицом, которую мы должны победить и вернуть Украину в лоно, нынки Украины и матушки России. Мы должны быть вместе. И Георгий, конечно, оттуда нам подсказывает всей своей жизнью. Только так нужно бороться за независимость нашей Родины. Поздравляю вас всех с 70-летием победы. Не сдаваться мы должны на пору Запада во главе с американцами. Мы должны победить. У нас таких, как Георгий Тимофеевич, Беляев и другие, много людей. Они должны быть впереди. Впереди мы верим в них. Самого доброго пожелания, дорогие мои. До свидания.